Всем привет, я доктор Евгений. Покажу сейчас основные моменты при выполнении упражнения отжимания. Разберем два варианта. Отжимания с колен и отжимания из планки, то есть без поддержки на коленях. Основное, на что нужно обратить внимание, опять же, это те самые чекпоинты, то есть выставление точек опоры. Показываю, как это сделать сначала с колен. То есть мы встаем в исходную позицию, то есть у нас колени на полу. Можно поставить ноги на пальцы, либо на стопу, то есть как вам удобно. Не рекомендую скрещивать их, как это регулярно можно наблюдать. Руки выводим вперед до момента, пока у нас не возникнет ощущения, что мы становимся дестабилизированы. То есть не должно быть здесь квадрата, должна быть легкая трапеция. Таким образом, подбираем ширину рук до момента, когда у нас рука выйдет за проекцию туловища. То есть они не слишком близко, не слишком широко, а сразу же выход из проекции туловища. Оценить это можно следующим образом. Можно сначала лечь и поставить руки, чтобы было понятно. То есть вы ложитесь и руки ставим не здесь, не слишком близко, а вот тут. На уровне плеч, либо можно немножко ниже. Если поставите выше, отжиматься будет тяжелее. Вот таким образом руки. Далее. Позиция лопаток. Какая должна быть? Позиция лопаток, она следующая. То есть мы не тащим лопатки к шее вверх. И при этом нам нужно их немножко развести. То есть для того, чтобы поставить лопатки, можно на прямых руках опустить грудной отдел вниз. И поднять его вверх. При этом не тащим вверх, а наоборот опускаем вниз. То есть если я исходно встал в расслабленном положении, выставить лопатки будет следующим образом. То есть я как бы грудь раскрываю. И при этом лопатки свожу к низу. Но в то же время они должны быть разведены. То есть не из этой позиции, не из этой позиции, а с раскрытой грудью. Вот это моя исходная позиция. Теперь поясница. Мы не должны ее сильно прогибать и сильно округлять. То есть она должна быть в среднем положении. Запомните, здесь два чекпоинта основных. Это лопатки и поясница. Все. Далее. Как выглядит само упражнение? Вот так вот. Теперь, как выставить локти? При отжимании локти не должны сильно широко расходиться и при этом сильно идти вдоль туловища. Оптимальная позиция это 45 градусов. Это у нас 90, это 0, вот это 45. 45 градусов для локтей. Это тот самый третий чекпоинт, третья точка опоры, за которой мы должны наблюдать. Что же делать, если не получается отжаться даже с колен? То есть причин может быть множество. Никогда не делали это упражнение. Очень слабые руки. Либо болят плечи, либо локти во время подъема или сильно напрягается поясница. Вы можете выполнять так называемое негативное отжимание. То есть отжимание только для фазы опускания. То есть вы не поднимаетесь, а только опускаетесь. И делаете это регулярно, потом научитесь отталкиваться. То есть негативное отжимание выглядит следующим образом. Опускаетесь. Потом в свободной форме можете подняться. Повторяем. И делаем то же самое. Если делать с прогибом поясницы подъем, это в конце концов навредит вашей спине. Поэтому лучше вставать через бок. То есть как не надо делать, это вот так. Такую волну лучше не пускайте. Для тех, кто уже умеет выполнять отжимания и уже много раз его выполнял, то есть без дополнительной опоры на колени, есть один момент, который регулярно нужно в голове прорабатывать и отрабатывать его в технике упражнений. То есть когда мы встаем в планку, отжимания, те же самые чекпоинты, то есть лопатки, поясница, и момент опускания, он будет у нас с небольшим движением головы вперед, и назад. Не просто вниз-вверх. То есть посмотрите, как это выглядит. Если я просто буду вниз опускаться, лопатки у меня будут собираться вверх. Поэтому, чтобы оставлять лопатки внизу, я должен делать небольшое движение вперед и вниз. тот же принцип негативного отжимания можно выполнять, если недостаточно сил и есть какие-то болезненные ощущения в локтях либо в ключах. То есть мы только лишь опускаемся, но не отжимаемся в позитивной фазе. Как это выглядит? И так же подъем через сторону. Вот это основные моменты, которые вы должны знать, выполняя упражнение отжимания. Если есть вопросы, задавайте. Продолжение следует... Продолжение следует...